Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами на очень важную, где-то интересную, где-то небезопасную, а для кого-то очень важную тему, потому что иногда она может привести к самым невероятным финалам в этих историях. Некоторые люди даже, ну, не хочется говорить о грустном, но потому что связались с мошенниками, и беда произошла с ними, скажем так. Речь пойдет о удаленном мошенничестве. Сейчас это так называется, или онлайн-мошенничество, мошенничество на удаленке. И у нас в студии старший следователь Следственного управления Международного управления МВД России Люберецкая, старший лейтенант юстиции Любовь Юрьевна Лазарева. Здравствуйте, Любовь. Добрый день. Вот это действительно такой уже термин есть, да, удаленное мошенничество? Или это пока такое рабочее название? Ну, будем считать, что удаленное мошенничество – это все-таки рабочий удаленный такой термин, достаточно чаще всего используется. Это мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. То есть это мошенничество, совершенное именно с телефонами, компьютеры, удаленный доступ, доступ к приложениям, соответственно, электронные средства платежей. Ну, то есть можно назвать это цифровое мошенничество, да. Давайте начнем с самого простого, что тут даже вот и ваши коллеги были, мы смотрим разные там другие программы, кстати, те же, которые идут в социальных сетях, где нам рассказывают о том, что многие вот способы выманивания денег, помните, как у Астапа Бендера, они перешли из вот той жизни, когда нам там кошелек в трамвае вытаскивали, сейчас вытащишь, а там ничего нет. Ничего нет. Зря подставлял себя, что называется. Многие перешли в цифровую среду. Это действительно так? Да, это действительно так. К сожалению, наверное, это самый распространенный сейчас способ. Как бы печально это ни звучало, люди, к сожалению, сейчас еще чаще всего используют на телефонах, можете знаете, электронные карты, которые наклеиваются. То есть даже таким образом получают удаленный доступ в МРП и похищаются денежные средства. Также стоит, наверное, уделить внимание тому, чтобы не давать доступ к удаленным кошелькам и не устанавливать дополнительных приложений, которые у нас небезопасны. Если это брать App Store или тот же самый Google Map. То есть как бы есть вот эти все ситуации, удаленный доступ к приложениям, установка этих приложений, получают ко всему. Также вот, может быть, слышали, есть приложение Луна в Ресторе. То есть там фактически есть доступ ко всем банкам, которые у нас такие... Да, есть, чтобы было удобнее все банки. Да, удобнее было всего. Все банки, да, у вас есть, все прекрасно, все замечательно. Введите только свои данные. Люди вводят данные, соответственно, денежные средства все удаленно похищаются при установлении данных приложений. Также стоит, наверное, обратить внимание на то, чтобы не передавать свои коды иным лицам, даже если вам звонят. Ну вот, да, не будем торопиться. Давайте сначала вот простое финансовое, да, мы должны понимать, что сегодня, особенно когда произошли известные события, люди же уже привыкли телефоном платить, да, там определенная сумма. То есть, вот я даже сейчас сижу и думаю, да, если, например, у человека на телефон, вот в телефоне, да, это устройство просто на телефоне, то есть он его потерял, например, телефон, вышел где-то или еще что-то, и все. Фактически, если он пока не успеет заблокировать карту, то уже можно этим воспользоваться. Но это самое первое. Второе. Зачем ставить кучу всяких непонятных агрегатов, которые якобы для тебя, для удобства, да, чтобы все банки у тебя были в одном, что нужно действительно посмотреть, хотя бы прочитать про это, посмотреть, какие истории связаны с этим. Это первое. Второе, что, наверное, самый главный закон, как мне кажется, кто вам сказал, что кто-то о вас заботиться должен, что специально для вас такое сделано приложение. Если, например, вот даже такой простой у нас есть банк, да, у которого номер там 900, но вроде маленькое дополнение, звездочка 900, это уже сигнал того, что это... Значительно, да, что звонится Сбербанка. Да, совсем другой банк. Давайте вот прежде, чем мы пойдем уже по схемам, такой вот простой вопрос. У нас что, действительно население такое доверчивое до сих пор? К сожалению, да. Причем, если раньше казалось, что доверчивые, это все-таки люди, которые у нас превышают возраст 50 лет, 50-55 лет, зрелое поколение, да, которое ранее там, у них было совсем другое детство, совсем другое там, грубо говоря, ну, подростковый период, менее было телефонов, как бы вот эти люди, понятное дело, что склонны к большему доверию. Но сейчас, в последнее время, очень много преступлений, вот обращаются лица с заявлениями, которые от 20 лет. То есть те, кто, по сути дела, всегда находятся в сети интернет, живут в этой среде, то есть прекрасно видят информацию какую-то, читают какую-то рекламу и так далее. То есть они все равно на данные вещи ведутся, и в отношении них тоже совершаются данные преступления. Ну, мы видим, что, да, здесь очень такая глобальная история. Мы не будем сегодня говорить вообще о фейковости некого интернет-пространства. Вот вы говорите про зрелое поколение. Как раньше люди думали, если в газете напечатали, по телевизору показали, все, это правда, да? Вот. Ну, в нашей программе все правда, до сих пор, да. Поэтому мы специально приглашаем специалистов. Но сегодня мы прекрасно понимаем, что если мы в интернете читаем какие-то новости так называемые, тут во мне говорит моя бывшая профессия, директор службы новостей, даже я, человек с опытом, есть такой факт-чекинг, когда, ну, это реальная информация или нереальная. 85 где-то процентов сегодня в интернете мусора, информация, которая вообще не соответствует действительности. И эта атмосфера создает вот эту почву для всевозможных махинаций, такого обычного, типичного мошенничества. Вот давайте теперь поговорим о схемах, возвращаясь к кодированным словам или к цифрам. Это когда, насколько я понимаю, сейчас пытаются выводить у человека его вход на госуслуги, потому что потом можно взять кредит или еще что-то. Действительно проблема, да? Ну, если мы возьмем все-таки доступ через госуслуги, в первую очередь, ну, грубо говоря, не будем далеко заходить, это обычный элементарный звонок. В основном чаще всего это совершают теперь через WhatsApp, либо, соответственно, Telegram, сигнал, либо это Viber, то есть такие социальные вот эти сети, приложения, мессенджеры, через которые невозможно потом отследить, какой человек, соответственно, использован данный телефон. То есть, смотрите, про телефон мы тоже отдельно поговорим, да? Если первый такой лайфхак, как сейчас говорят, да? Если у нас звонок WhatsApp, Viber, Telegram-канал, ВКонтакте, что там еще у нас может звонить, а любое все, что может звонить не телефон, это сразу же практически на 100% непонятный должен быть звонок. Да, то есть это нужно задуматься о том, что никогда сотрудник ни соцзащиты, ни сотрудник банка никогда не позвонить по WhatsApp, либо использовать другой мессенджер, и обязательно нужно никогда не поставить картинку в виде банка, либо какого-то иного представительства, учреждения на свою главную картиночку. Хорошо. А телефон тогда, если по телефону? Сегодня нам даже некоторые компании пытаются, кстати, иногда и плат на эту услугу навязать, чтобы якобы распознавать номера, да? По телефону некоторые люди перестали вообще брать незнакомые номера, потому что по телефону тоже дозваниваются? По телефону дозваниваются, используют в основном либо это городской номер телефона через 495, либо это номер телефона какого-либо другого кода, либо государства. Да, в основном это чаще всего встречается, конечно, в Казахстан, набирают, либо, соответственно, это код 345. То есть давайте запомним, 495 это городской код, это вот у вас уже должна быть проблема, то есть возникнут в голове какие-то, вообще все, что на плюс не 7, а другие цифры, вот лучше, а как сбрасывать или подождать, пока отзвонится? Лучше, наверное, вообще не отвечать никаким образом, можно даже сбросить, потому что нет смысла начинать диалог, когда человек начинает диалог, на него начинают психологические воздействия. Ну да, они готовы к любому. Да, приводят уже к соответствующему результату, который нужно для мошенников, но не для человека, который от этого пострадает. Теперь такой еще почти уже миф, мне даже некоторые говорят, нельзя говорить, ну как обычно, там, алло или да. Да, к сожалению, нельзя говорить эти фразы по одной простой причине, что, например, если мы возьмем какой-то банк, Сбербанк или так далее, где-то есть по Face ID, есть где-то, где есть по голосу, то есть операции подтверждаются. То есть если мы можем заметить, также в магазинах сейчас стоят терминалы, где можно оплатить там по Face ID, грубо говоря. Собой. Собой, да, абсолютно можно оплатить собой, улыбнуться там по твоей улыбке, грубо говоря, произойдет оплата. Смотрите, возникает вопрос, и вот сейчас был у нас Петербургский экономический форум, и там спрашивали у солидных таких людей, руководителей по поводу введения биометрических данных. Все-таки, я так понимаю, что все службы склонны оставить, прежде всего, ну, бумажные, да, потому что, действительно, опасность того, что твое биологическое сканирование и так далее, небезопасна. Небезопасна, абсолютно. Поэтому, прежде чем отдавать свои части тела на какое-то, да, помните, как нас приучали некоторые компании пальчиком, да, 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 чем-то попахивало, да, таким правоохранительным органом, когда, ну, снимают отпечатки пальцев. То есть правильно понимаешь, что сегодня мы движемся к финалу первой части, прежде чем, кстати, это не обязательно связано с государственными органами, много где чего можно оставить, надо следы свои вот эти заметать. Это правда, да? Скажем, да, действительно, потому что это все используется. И сейчас я звоню также по видеосвязи, как раз-таки с этой целью, потому что везде есть допуск по Face ID. Вот скажите, пожалуйста, а эта история связана с искусственным интеллектом, что и голос ваш могут подстроить, и видео, это действительно уже начинает работать? Или пока еще кто-то твой? Ну, с голосом мы еще не сталкивались, конечно, ни с голосом, ни с видео, но практика, ну, зарубежная практика имеется, да, соответственно, причем ее не так мало, но у нас вот практики пока что в России нету аналогичным образом, где используется именно переделка голоса, либо видеозапись. Но надо быть к этому готовым, потому что нужно учитывать то, что мошенничество данного вида, они очень распространены сейчас, и, скорее всего, когда уже люди поймут, что нам не надо переводить денежные средства при оформлении вот таким образом каких-то кредитов и так далее, то это будет использоваться. Тут просто я недавно слышал, тоже выступали коллеги ваши, в том числе, что вот любят у нас всякие кружочки посылать, да, видеообращения, что это тоже небезопасно, что если послал, человек прочитал, лучше сразу стереть, меньше оставлять видео и аудиоинформации, вообще о себе стараться меньше. Ну, например, туристическая компания, да, где вы уже вроде бы побывали, и там действительно будет работать уже мессенджер, вы знаете, с кем вы общаетесь, но вы отправляете паспортные данные, возможно, их кто-то сможет прочесть, верно? Ну, верно, если удалённым, вот сейчас уже много случаев, когда получают удалённый доступ к WhatsApp, именно взламывают WhatsApp, приходят вот эти сообщения, там, добрый день, там, не дашь мне 50 тысяч взаймы, грубо говоря. Даже так, так, 42 тысячи, 743 рубля, и ты как бы думаешь, ну, наверное, аж человек чётко посчитал. Да, наверное, что-то не хватает, но ты как бы на это ведёшься и начинаешь переводить, то есть как бы не исключено того, что все диалоги будут прочитаны, где-то будут паспортные данные, и получится... И даже не могут понять, к кому вы как относитесь. Здесь мы сделаем небольшую паузу, напомню, что у нас в гостях Любовь Юрьевна Лазарева, старший лейтенант юстиции, старший следователь следственного управления межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Здесь мы делаем небольшую паузу, так что дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, у нас в гостях старший следователь следственного управления межмуниципального управления МВД России Люберецкая, Любовь Юрьевна Лазарева, старший лейтенант юстиции. Говорим о мошенничестве. В первой части мы выяснили, что всё, что связано с банковскими картами и вашими счетами, максимально нужно держать в тайне, в секрете и так далее. Поговорили мы и о способах мошенничества, и, в общем-то, даже проложили уже дорогу, что, может быть, новенькое придёт. Поэтому всё, что связано с видео, с аудио, всё, что вы пишете внутри, наверное, чаще всего поговорили, лучше стереть. Ну да, чтобы не оставалось память телефона, если даже кто-то получит удалённый доступ к нему. Хорошо. Следующий вопрос, который присутствует, если мы говорим о цифровой безопасности, это, наверное, ещё и система паролей, которую сегодня рекомендую тоже их менять и делать длинный пароль. Потому что если мы делаем, например, в том же банке какие-то маленькие пароли, то их тоже могут быстро взламывать, верно? Да, но стоит обратить внимание на то, что люди чаще всего, наверное, самый простой способ используют день рождения, либо там первые даты своих близких, там день рождения ставят. То есть как бы, мне кажется, даже двухфакторная аутентификация, она просто не спасает от взлома каких-либо мессенджеров, либо госуслуг, или иных приложений, где содержится вся информация о человеке. Потому что, к сожалению, сейчас настолько всё вот это вот интеллектуально развито, и те люди, которые этим занимаются, они действительно получают доступ даже спустя вот эту двухфакторную аутентификацию. Насколько я знаю, нужно пароль делать как минимум с 14 цифр и знаки, и цифры, и всё-таки буквы какие-то, и желательно не использовать эту дату рождения. И самое страшное, желательно это запомнить и нигде не писать, что гораздо сложнее. Вот. Следующий такой момент. Давайте поговорим о том, когда нам директор или ректор, или, не знаю, начальник перезванивает и говорит, требует какой-то выполнить. Сейчас это какой-то новый такой способ. Я даже не знаю, почему вдруг, неожиданно он появился. Он, кстати, появился в прошлом году. Ну, начал так развиваться. Причём, как вот мы с вами обсуждали, опять же, в социальной сети иногда, или стим, даже с фотографией руководителя могут вам приходить сообщения. Это что, действительно работает? Это повсеместно. Я знаю, например, в некоторых вузах атака идёт в течение целого дня сразу на несколько человек. Это работает у них, у преступников? Это действительно работает. Были ситуации у нас и на практике аналогичного образа. То есть приходят сообщения через телеграмм от руководителей, грубо говоря, о какой-то проверке. Там была министерская проверка, нужно подготовить определённые документы. То есть человек на это ведётся, и человек никогда не задумывается о том, что нужно набрать и спросить вообще, было ли что-то, были ли какие-то ситуации, действительно ли это так. То есть начинается диалог. При начале диалога лица с мошенником, соответственно, его вводят в заблуждение. Это достаточно тонкое, наверное, психологическое какое-то воздействие, потому что даже, наверное, уравномешенный человек, он всё равно на это поведётся и будет делать то, что ему говорят. Да, вот, то есть как бы стоит на это обратить внимание. И, наверное, самое главное, что люди впоследствии делают все действия, считая, что это действительно их руководитель, потому что используется именно контакт как будто бы руководителя. То есть и фамилия, имя, 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 фотография аналогичная стоит, то есть как бы аналогичный номер телефона даже. И если это взять от месседжера, это очень часто сейчас стало быть на практике. С этим действительно сталкиваются. Да, это же уже поздняя схема, ранняя схема. Ранняя, да. Когда нам звонили ваши коллеги, скажите, вам когда-нибудь звонил капитан полиции? С ФСБ? Да, конечно, мне кажется, уже, да, отсюда звонят. Вы не говорили о номер, назови свой, регистрация, что-нибудь там такое. Нет, мы всегда говорим о том, что наберите нам по внутреннему телефону. Есть же у нас вот внутренний телефон, который чисто... Я вас тут жду, на втором этаже. Я вас жду, вы мне наберите по внутреннему телефону, мы с вами обязательно поговорим. Они начинают, ой, а какой это у вас внутренний телефон? Мы о каком внутреннем телефоне говорим? То есть об обиходе там говорим, да, ну берите нам по кораллу. Вот, это внутренний, то есть как в нашем МВДшне и так далее. Они говорят, что это такое? То есть, как бы, и ты просто сидишь и думаешь, господи, ну, чего вы все сюда звоните? Ну, схема немножечко отмирает, она работала довольно-таки давно, и это было капитаном, в зависимости от голоса, и МВД, ФСБ, вот. Но ведь забавно, психологически, она на чем основана? Она почему-то основана на том, что если тебе дозваниваются из полиции, или тем более с ФСБ, то ты автоматически вдруг думаешь, ну, так просто же они не перезвонят. Такое ощущение, что у нас все немножечко боятся, да, такого звонка? Ну, немножечко боятся, да, и люди действительно доверчиво все-таки к этому относятся, и многим даже, кому присылали повестки, люди ехали действительно по этим адресам, приезжали там и говорили, вот, мы ждем такого-то следователя, и все утверждали, что нет здесь такого там следователя, либо сотрудника, но они все равно целенаправленно утверждали, вот же, у меня повестка есть. То есть, как бы, люди немножечко все-таки боятся и задумаются от ответственности и о последствиях, когда и не знают механизм, не знают протокол действия. У меня тоже был такой случай, он говорит, что вот вы готовы дать показания, я говорю, прямо сейчас по телефону, как вы со мной разговариваете и так далее. Так это интересно было. Ну, то есть попытка взять тебя на испуг, попытка взять тебя на какую-то непонятную историю. Но, опять же, эта схема такая была одна из первых, когда связана с, ну, скажем, с каким-то неким уголовным, да, таким оттенком. А сейчас же есть схемы попроще, когда дозваниваются под видом моих документов. Вот тут я перед программой говорил, дозванивались из одной известной электронной энциклопедии, рассказывали, что у вас там статью написали такую, где у вас некрасиво. Если вы хотите, мы сейчас... А, причем человек проверил, такой статьи нет, говорит, нет такой статьи. Ему говорят, так, мы уже стерли, но чтобы в следующий раз это не повторялось, вот мы готовы вам помочь в этом. Давайте тогда так, глобально. Как распознать мошенника? Ведь он хочет от нас денег, либо определенных действий. Мы сейчас не берем все, что связано с СВО, да, помните, вот эти поджоги военкоматов, где, наверное, немножечко другая стоит цель, хотя все равно работа идет в этом направлении. Аналогичным образом, да. Вот если мне нужно куда-то заплатить, я должен сразу же остановиться. Или если мне говорят, передайте код, я должен остановиться, верно? Да. Когда звонят, все-таки говорят о том, что вот вам сейчас придет сообщение, вы мне скажите код. Это первый звоночек, потому что никогда никто не попросит у вас по телефону никакой код. Никогда никому вы не будете произносить этот код и давать к нему доступ. Ну просто даже психологически, наверное, стоит задуматься о том, чтобы... Ну о своей безопасности, наверное, не давать эти коды, не реагировать на звонки. И все-таки задуматься о том, что никогда никакое учреждение в виде банка не будет звонить через месседжеры. Потому что это все-таки чаще всего сейчас. Потому что ни один уже не звонят номер 900, у нас звездочка 900, другие какие-то контакты, все звонят через месседжеры. И потом они удаляют за собой все сообщения. Да, и ты их не найдешь. То есть, да, их никак не найдешь, ничего, по одной простой причине, что используется интернет. Но вот все равно психологически получается у нас население, когда сообщают, что с вашего счета там переводят деньги, нужно срочно, сейчас люди идут в банк, берут кредиты, отдают деньги. Безопасный вклад. Нужно сделать безопасный вклад. Вот как можно сделать безопасный вклад. Что с человеком должно происходить? Это зомбирование все-таки работает? Наверное, ну, если взять вот ситуацию, была ситуация у знакомых, так скажем, то есть тоже позвонили, так сказали, вот у вас есть на счету денежные средства, вам необходимо их положить на безопасный счет. Какой может быть безопасный счет, когда денежные средства уже лежат вклад в банке? То есть что может быть еще безопаснее, куда точно никто доступа не поймет. Как бы задуматься-то можно об этом, но настолько психологически воздействовали, что человек, он даже не слушал ни своих близких, никого, он целенаправленно шел к выходу и целенаправленно направлялся по тому адресу, который ему сказали. То есть именно к тому банкомату, чтобы снять именно в тот отделение банка, чтобы снять все денежные средства и осуществить перевод на безопасный счет посредством банкомата. Ну просто стоит, наверное, задуматься о том, что никогда не будет безопасного счета посредством банкомата, когда денежные средства у вас находятся в ячейке банка, ну так скажем. Вот еще такой момент, мошенничество, которое уже ближе к краже обычной, когда появились социальные сети, и не все люди это поняли, мы всей семьей в Ялте, да, мы все отдыхаем, здесь и жена, и теща, все, то есть две или три квартиры уже точно пустые, да, для мошенника это явная такая команда, да, что он может совершить преступление. Это тоже работает. То есть не надо о себе много рассказывать, правильно? Да, стоит, наверное, все-таки в соцсетях, в каких-то других мессенджерах немножечко поменьше рассказывать о своей личной жизни, либо где вы находитесь, куда вы уехали и так далее. То есть чтобы людям как бы не было особого это все на глазах, доступа ко всему и другим каким-то, ну к другой какой-то личной информации, которая абсолютно другим не нужна, а кто-то использует это в своих целях, корыстных. То есть немножко нужно вернуться все-таки к ощущению того, что какая-то камерность должна присутствовать для твоего... Ну в первую очередь это безопасность себя, и стоит, наверное, об этом задуматься. Потому что обезопасив себя от всех этих действий, от всех этих, ну, грубо говоря, показывать все это в соцсетях, ну кому это все нужно? Ну да, люди так устроены, что иногда хочется похвастаться, но они не думают, чем это может закончиться. У нас остается порядка двух минут, давайте мы поговорим еще об одном важном элементе. Мои студенты как-то делали тоже проект по поводу мошенников, даже вроде бы как общались, если им верить, опять же, с человеком, который принимал участие не как разработчик, а просто у него ставила какая-то схема, задача. Там очень вроде как большие деньги получают эти люди, которые занимаются мошенничеством. Вот на сегодняшний день есть какое-то в Уголовном кодексе законодательство, что может получить человек, который занимается вот этими, это же незаконные действия, правильно? Они как-то регулируются Уголовным кодексом? Все действия, которые попадают у нас под неправомерный доступ к компьютерной информации, также регулируются Уголовным кодексом. Также регулируются те действия лиц, Уголовный кодекс именно, которые оформляют на себя карты, на которые потом наши лица, потерпевшие, грубо говоря, переводят денежные средства. В Московской области даже есть судебная практика, что то лицо, которое оформило, ну, грубо говоря, это ребята, наверное, 18-19 лет соглашаются, которые оформляют банковские карты за денежку, так скажем, за 5-10 тысяч рублей, да. Они оформляют эту банковскую карту, передают третьему лицу, а на эту карту потом происходят вот эти вот мошенничества. Ребенок этот может ответить. Да, ребенок этот может 18-19 лет, это Уголовная ответственность уже приветствует, 187-я статья. По Московской области такая судебная практика уже есть, и как бы есть даже приговора, и люди дают условные сроки, но тем не менее. То есть за это даже тоже у нас теперь предусмотрена ответственность, и можно спокойно привлекать. Ну, хорошо, если все-таки удастся поймать, и удается ли поймать мошенников, которые там заставили, заработали какие-то деньги, что им может грозить, настоящим мошенникам? Ну, настоящим мошенникам, в соответствии с Уголовным кодексом, это у нас до 8 лет наказания, то есть как бы там... Ну, нашли хотя бы одного такого, вот кто-то дозванивался? Они же, как правило, находятся за границей, но... Ну, они находятся, да, чаще всего за границей, но есть лица, которые, например, приходят и наличные денежные средства у нас забирают у бабушек. Вот эти вот привлекаются и получают наказание реально. Вот давайте оптимистично завершим. То есть все-таки, во-первых, мы благодарим Любовь Юрьевну, которая сегодня прекрасно, спокойно отвечает на все эти вопросы, и я даже забываю, что вы старший следователь. Это очень хорошо, потому что такой доверительный разговор идет. То есть работа идет в этом направлении. Понятно, что, к сожалению, у преступников быстрее немножко в этом плане работают всякие схемы, но, тем не менее, работа ведется, и государство сейчас уделяет этому, да, внимание? Уделяет большое внимание, потому что большое число лиц страдают все-таки и теряют денежные средства. И свои, и берут кредиты, и многие даже разоряются и продают свои квартиры. И есть примошенничество даже квартиры переписывать умудряются. То есть не то, что просто деньги приводят, но еще и квартиры переписывают. Вот такая моя интересная участь. Любовь Юрьевна Лазарева, старший следователь следственного управления межмуниципального управления ВД России Люберецкая, старший лейтенант юстиции, рассказала нам сегодня. Ну, мы очень коротко поговорили, потому что тема очень глобальная. Но давайте сделаем такой вывод. Всегда знайте, никто не желает вам чем-то помочь. Если банк предлагает вам какие-то услуги, то он сто раз переспрашивает. Это, как правило, вы можете положить трубку и сами перенабрать и узнать первую. Дальше. Никаких кодов никуда не передаем. Личная переписка. Стараемся меньше сообщать о себе. Никаких документов, ничего. Если уж что-то отправили, то сразу стираем всю информацию. Все видеосообщения стираем. В общем, начинаем жить с вами в новой цифровой реальности. Верно? Да. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пиненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!